Привет, друзья! Я на Васильском острове, рядом с православным кладбищем, куда мы с вами отправимся. Может быть, постараюсь расскажу о нем поинтереснее, о страшилках, мистики. Это очень старое кладбище, основанное еще при Аняновне в 1738 году, хотя при Петре I сюда были отправлены рабочие, которые были присланы Смоленской губернии на его строительство. Скорее всего, отсюда и считается название Смоленское, также есть река Смоленка, Смоленская церковь за спиной, также есть Смоленское-Лютранское кладбище, есть еще Армянское-Смоленское кладбище, вроде ничего не забыла. А еще есть остров Декабристов, где находится блокадное кладбище. Здесь, на Васильском острове, как и по всему городу, раньше хоронили людей, вот прям возле домов почти, где попалось, потому что кладбища не было. Даже когда кладбище-то появились здесь, людей все равно продолжали хоронить, где придется, потому что времена ледохода, остров был очень потопляем, и с него было очень сложно выбраться. Ну и вот, когда, наконец, выбрали место, это тоже 1738 год, для сохранения людей, в том числе и Смоленское кладбище, людей хоронили здесь сначала от простых, обычных, потом уже всякую знаменитость стали здесь подхоранивать, преподаватели роденных. Вот как раз на этом кладбище была и похоронена няня Алина Родионовна, а не Пушкин. Вот эта знаменитая табличка подруга дней его суровых. Табличка появилась сравнительно недавно, уже в 20 веке, и долгое время не знали, где она захоронена. Сам Пушкин, который не был на похоронах своей няни, только спустя два года после похорон он приехал на это кладбище, пытался ее найти, но так и не нашел ее могилу. Это уже потом как-то выяснили, что она все-таки была захоронена здесь именно. И это не единственное захоронение из многих, которое не удалось так и найти на этом кладбище. И неудивительно, так как это одно из самых загадочных кладбищ по причине, хотя по той причине, что здесь очень много раньше было наводнений. Васильевский остров очень был расположен, ну и так он расположен близко к заливу, очень затопляем стихии, на него очень часто обрушилась, поэтому могилы размывало. После таких наводнений даже ходили жуткие байки о плавающих гробах с мертвецами по линиям Васильевского. Даже рассказывали такую историю поучительную в каком-то смысле, о том, что одна молоденькая леди вышла замуж за престарелого, вскоре он умер, и она его быстренько так похоронила на Смоленском кладбище, а сама устроила веселое тусе. Видимо, пыталась тратиться с утратой в обществе кавалеров, а после наводнения муж решил напомнить о себе. К порогу ее дома прибило гроб с его телом. Просто чудеса, неизвестно, правда, это легенда или это правда, вымысел, в общем, верить или не верить, решать вам. Вот так теряли захоронения, какие-то переносили в советское время в лавру, но в 19 веке здесь даже был захоронен Тарас Шевченко. Вот у меня за спиной его камень, и спустя 58 дней его тело эксгумировали и перевезли на Украину, это было его желание. А как нашли его захоронение? После могилы его были захоронены соотечественники, на могилах, в которых были высечены стихии, так, видимо, и определили. Сейчас вот я рядом с церковью Смоленской, ее назвали еще Оспиной, так как здесь отпевали детей, умерших от Оспы. Напрямую связано с Ксенией Петербургской, она помогала строить церковь своими руками, она ночью таскала кирпичи, наверх помогала рабочим. На самом деле мне про Ксению мало чего известно, знаю, что она родилась между 1718 и 1730 годах и умерла в начале 19 века. Она рано вышла замуж, запевчива в хоре Андрея Петрова и очень рано обдавела, еще совсем молодой девушкой. Причем внезапно, муж даже не успел ни причаститься, ни исповедаться, а это было прям очень-очень плохо. И она решила замолвить за него грехи, надела на себя его одежду, заявив, что она не Ксения, а Андрей Ксения умерла и даже на похороны пришла в таком виде. Киталась по городу, люди стали замечать, что она помогает, когда людям помогает, приносит удачу. Ну, например, если ей кто-то что-то подарил, пряничек там, то лупчик, чтобы она не замерзла, чтобы ей было поцеплее от всего сердца, то у этого человека будет хороший прибыльный день. Если извозчик ее чуть-чуть там подвез, и у него тоже был прибыльный день, поэтому извозчики прям вот табунами за ней бегали по городу, старались всячески ее угостить, подвезти, если она кому-то давала что-то это, этому человеку тоже было хорошо, а вот если не хотела брать, то это был прям вот какой-то дурной знак уже. У нее, к тому же, еще и был пророческий дар. Предсказала смерть Елизаветы Петровны, гибель Павла I, много помогала людям простым, особенно людям, вот подарила даже свой дом обычной девушке и сказала принимать там бедных людей. Вот с этим условием она его подарила. И однажды она пришла уже в свой бывший дом к новой хозяйке и говорит, вот, говорит, ты сидишь тут, а у тебя там ребенок родился, беги, бегом на Смоленское кладбище. Там недоумение побежала, а тут действительно, оказывается, сбили беременную женщину, ребенок родился, и ребенка забирает вот эта вот новая хозяйка Ксении дома. Звали ее Просковья Антонова. Вырастет этого ребенка, и он станет старостой вот в этой Смоленской церкви. А я сейчас нахожусь в месте, где в 20-е годы произошла очень жуткая история. Здесь захоронены 40 мучеников, 40 священников. Это было в эпоху богоборчества, когда боролись с церковью, когда многие священники... Тогда многие священники пострадали. Сюда привезли 40 человек, вырыли заранее огромную яму. А что-то мне подсказывает, что, кажется, их самих заставили рыть для себя. Предложили отречься от веры. Конечно, они отказались и были погребены заживо. Засыпаны землей. Выставили даже охрану, чтобы, не дай бог, никто не вылез рядом. Говорят, что три дня земля здесь над этим местом шевелилась, и были слышны стоны. Когда потом упал божественный луч, и все стихло. Какой-то кошмар. Кстати, здесь же место погребения и мужа Ксении Петербургской. Могила вот за этим стендом. Уже пальцем не показываю. Предполагаю, что он здесь был захоронен. Также вот здесь есть могила блаженной Ирины. Это духовная мать Ксении Петербургской. Она тоже приняла подвиги уродства. Только была задолго заранее. Ну и тоже вот захоронена на этом же кладбище. Все связано с Ксении Петербургской как-то. Захоронение блаженной Анны, девушка, которая выпускница Смольного института благородных девиц. Была обманута своим женихом. В день свадьбы он ее бросил. Она в горе отправилась тоже скитаться по миру. В итоге в конце своего пути пришла именно вот сюда и умерла на этом месте, выбрав место здесь. Сейчас мы с вами пройдем в часовник Ксении Петербургской и посмотрим. Слышишь, я в другом не часто она в этом. Ну вот та самая часовня. Здесь была захоронена, на этом месте, Ксения Петербургская. Но ее могильный холм приходилось постоянно подсыпать, потому что люди все время растаскивали землю, чтобы исцелиться. Кстати, с блаженной Ириной и с могилами блаженной Анны то же самое происходило. Из-за того, что все растаскивали, были вынуждены построить часовню после революции. Кладбище хотели закрыть и даже уничтожить. Но люди все равно приходили сюда, продолжали молиться и загадывать желания. Как принято? Нужно обойти вокруг часовни три раза с запиской против часовой стрелки. Присоединиться лукбом к часовне. Попросить Ксению о том, что вы хотите. В советское время, когда часовня была закрыта, находили записки с просьбами Ксении, блаженной, помоги мне сдать экзамен по истории партии. Продолжение следует...